Партнер проекта компания Коврастил. Важно то, что под ногами. Сегодня мы в гостях у Галины Маделевской. Одно из главных отличий этого участка – это дачный домик. Он необычный по форме, особенно для типичного строительства, которое было 40 лет назад. Идею муж Галины подсмотрел в Прибалтике, но, несомненно, сделал все в собственной манере, при этом учитывая такие особенности стиля, как сдержанность, использование четких пропорций и большое количество окон с максимальным количеством света, проникающим извне. Муж у меня бывший, значит, работал очень долго главным конструктором на заводе Дзержинского, а потом замдиректора по качеству. И у него вот он такой творческий человек, поэтому он сам это все придумывал. Приходили все, потому что у всех как? Изба в середине печка, да? Вот такие конструкции. И впервые он сделал такую крышу, и вот там рядом стали делать крышу такую. Прибалтийский стиль строительства предусматривает в себе функциональность и локоничность. Ни один метр не должен простаивать. Так получилось и у Мадылевских. В домике всего 6 на 6 уместилась прихожая, холл, спальня, кухня и даже мансарда в виде балкона. Необычный по своей форме потолок напоминает рыбью чешую. Вот он так придумал, из фанеры выпиливал. Вот купил где-то, сумел купить машину целую фанеру, я потом всем раздавала. Вот, и выпиливал, и вот наверху там тоже сделано так, такой потолок. Особый загородный уют создают небольшие милые картины, украшающие стены во всем доме. Я очень люблю картины. И вот когда я летала в Канаду, сын мне, значит, мы ходили на выставку, сын мне вот таких 10 репродукций художника этого канадского. Я там все эти картины. В общем, я очень люблю картины и цветы. Вот я прихожу, сразу в первую очередь бегу за цветами. Люблю, потому что я чувствую, что вот я как бы им нужна своим растениям, радуюсь. Я вот и чувствую, что я себя очень чувствую хорошо на этой даче. Тяга к чему-то заморскому на этом участке просматривается даже через древнейших представителей растительного мира. Наши приятели, значит, я увидела у них вот этот папоротник. И очень это мне понравилось. Я говорю, давайте я вам свой отдам. Клематис. Она мне выкопала папоротник. Я говорю, откуда такой красивый? Она мне сказала, то ли из Голландии, то ли из Италии. Какие бы страны ни любила наша хозяйка, она старается приобрести не просто бездушные сувениры с ближайшей лавки. Здесь каждый предмет достается нелегким путем. Но именно это и придает ему смысл. Валерия Ермакова, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова